Уникальная выставка камней и предметов из них приехала из Тульской области, где расположен Богородицкий дворец и парк. Именно там постоянно находится эта экспозиция. Но в помещении, где она располагается, началась реставрация, и коллеги предложили показать всю эту красоту посетителям горок Ленинских. Об этом и многом другом нам рассказала куратор выставки Евгения Снеговская. Музей-заповедник – это многопрофильное учреждение культуры, и мы стараемся показывать нашим посетителям не только какие-то выставки, посвященные, например, Владимиру Ленину или усадиной тематике, но также, в принципе, обычные художественные выставки, которые также интересны нашим посетителям. Уникальная выставка тем, что здесь можно увидеть не только камни, известные человечеству на протяжении многих веков, таких как горный хрусталь, мрамор, малахит или нефрит, но и открытые сравнительно недавно, например, чараид. Что интересно, чараид добывают только в нашей стране, больше нет его нигде в мире. Это очень дорогой и красивый подделочный камень. Открыт он был в середине XX века при строительстве Байкаламбургской магистрали. Все эти изделия были изготовлены на фабрике «Экспорт самоцветы», которая находилась в Богородицке. При этой фабрике был открыт музей небольшой, где размещались такие особенно ценные экспонаты. Безусловно, особенно эта выставка будет интересна представительницам прекрасного пола. Ведь здесь показаны не только вещи, но и украшения из камней. Также можно увидеть, как выглядит тот или иной необработанный камень. У меня у самой, как у девушки, есть такой небольшой набор с топазами. И я, конечно, так вот самоцвет никогда не видела в жизни. Вот, это он, пожалуйста, топаз. И также мне представляется интересным скарны. Скарны рядом прям, левее. А скарны, кстати, тоже были открыты только в XX веке. Напомним, что выставка, состоящая из 250 экспонатов, открыта в Южном флигеле музея-усадьбы Горки. Она будет работать до 22 июня 2022 года. Максим Козлов, Сергей Ларин, Елена Кошелева. Видное ТВ.